здравствуйте дорогие друзья все любители цветущих растений с вами елена буровцова на канале жизнь цветов мы уже говорили с вами что пересадка фиалочек это одно из важнейших и необходимых условий для успешного выращивания фиалок для пышного полноценного цветения для здорового вида растений для хорошего роста и лучше всего эту процедуру проводить весной и вот наступила весна и мы с вами сегодня будем заниматься пересадкой фиалок сразу скажу что цветущие фиалочки пересаживать не будем мы дадим им полноценно процвести порадовать нас сами полюбуемся на них и потом отложим эту процедуру на потом на после цветения но а каким фиалочкам необходима пересадка вот сейчас мы и разберем и пересадим а пересаживать фиалочки на разных стадиях на разных этапах нужно разными способами вот тоже все разберем в этом видео давайте начнем итак пересадка может понадобиться подросшим деткам которые растут вот в таких вот маленьких 30 50 граммовых стаканчиков для них мы возьмем вот такие вот стаканчики побольше где-то 100 граммовые также от пересадка может понадобиться стартером вот стартер это уже растение которое приготовилось к цветению выросла но еще растет в маленьком горшочке вот пересадку деток и стартеров мы производим методом перевалки для стартера мы подготовим уже такой вот горшочек для его постоянного роста кроме этого пересадка может понадобиться растению после первого пышного долгосрочного цветения вот вы видите перед собой фиалочку я ее пересаживала где-то полгода назад это молодое растение вот она цвело всю зиму это растение этот бордовенькой вот такая же фиалочка все мы любовались зимой на ее цветение за это время грунт немного я думаю истощился хотя мы и подкармливали его и мы можем пересадить его свежую землю и такую пересадку мощь осуществляем вот способом с частичной заменой грунта этого следующий способ горшочек побольше мы брать не будем пересадку осуществляют частичной замены грунта или в такой же горшочек или даже можно немного поменьше так как часть грунта с фиалочки мы удалим ну а если ваша фиалочка не пересаживалась уже очень давно и где-то уже год растет видите при удалении старых листьев происходило сейчас я вот поближе покажу вот так вот уже отрос такой вот стволик одервеневший ком земли сейчас покажу уже приходит в негодность так как видите он весь уже оплетен корнями уже там если мы начнем стряхивать землю то уже все там в корнях и вот так пересадку такой фиалочки мы будем осуществлять с полной замены земли кроме этого бывают вот такие вот старые уже экземпляры которые вот давно уже растут вот видите уже совсем давно не пересаживалась фиалочка вот одна из них даже совсем разрослась вот таким фиалочкам уже требуется омоложение и об этом мы тоже поговорим и так пройдитесь по своим полочкам полюбуйтесь на свои фиалочки и посмотрите какие ваши растения нуждаются в пересадке и исходя из этого подготовьте горшочки и нужное количество грунта не забудьте про перлит как это сделать какие горшочки выбрать как составить грунт у меня на канале есть подробные видео можете посмотреть ссылочки я оставлю внизу а пересадки методом перевалки на моем канале есть очень подробное видео как пересаживать подросшие детки таким же образом мы пересаживаем стартеры поэтому подробно на этом способе мы в этом видео останавливаться не будем ссылочку я оставлю внизу кому интересно можете посмотреть ну а пересадку с частичной заменой земляного кома мы сейчас проведем если вы захотите взять тот же самый горшочек которым растет ваш фиалочка то его надо как следует промыть ну а я возьму новенький вот это такой же я возьму немного поменьше такой вот горшочек вот видите разница небольшая он мне просто больше нравится так как здесь есть вот не буду класть дренаж уже вот такая вот емкость именно горшочек для фиалочек также я подготовила грунт земельная смесь для фиалок плюс перлит более подробно смотрите в моем видео ссылочка внизу и так для того и так для того чтобы достать фиалочку из горшочка мы вот так его немного помнем поливать фиалочку накануне не нужно иначе она будет очень хрупкая и ломкая а вот после этого мы вот аккуратненько достаем видите не хочет никак аккуратно достаем нашу фиалочку из горшочка вот видите здесь на очень много дренажа и что мы делаем мы частично отряхиваем грунт вот так вот сверху так как сверху могут скапливаться вот различные минеральные соли вот кроме этого вот удаляем вот весь наш пенопласт в качестве дренажа вот видите корешочки беленькие светленькие растения здоровы а если у вас вдруг корешочки будут такие темные мертвые то их надо будет частично удалить ну а здесь мы вот так вот стряхиваем землю так вот и сверху и здесь вот готовим пересадки в новый горшочек если вы здесь вот корни вот эти краешки очень длинные не бойтесь часть из них можно вот так вот отломить или отрезать это для фиалки вот не больше чем стрижка для человека не бойтесь этого делать затем мы удаляем вот таким вот макаром нижний ярус листьев которые уже такие они процветшие то есть из пазухи листа у нас образуется цветонос и поэтому если уже процвел листочек уже был цветонос из этой пазухи то повторно он свести не будет поэтому мы можем его удалить вот этот еще мы пожалуй удалим смотрим чтобы розеточка у нас получилось ровненькая красивая листочки отложим их можно будет поставить на укоренение и так вы видите что часть земли мы удалили довольно таки много ну вот основную часть с корешочками вот где вот именно сами корни фиалочки оставили часть листочков нижний ярус удалили всю вот землю которые мы удалили мы использовать не будем она уже истощенная в ней содержится с водой которые поступали минеральные соли ну а сейчас мы возьмем новую землю возьмем горшочек посадим нашу фиалочку и так если вы берете вот такой обычный горшочек в котором у меня росла фиалочка то обязательно на дно положим дренаж ну а если вот берем вот такой горшочек для фиалочек то здесь уже есть такое пространство в которой будет отстаиваться вода поэтому в такой горшочек я дренаж не кладу и так берем приготовленный грунт смесь грунта для фиалок и перлит на дно кладем немного грунта так сейчас примерим нашу фиалочку так вот будет нормально стараемся вернее не стараемся а делаем сажаем растение строго по центру чтобы она росла симметрично и наши фиалочка также глубоко сильно не заглубляем фиалочку совсем глубоко но в то же время сажаем так чтобы она была на уровне горшочка так как она немножечко будет подрастать листочки мы будем удалять и немножечко добавим земли вот видите и когда вот выставили наше растение вот мы будем дальше аккуратно ложечкой так добавим с вами по бокам грамм так сейчас другой стороны здесь еще немного добавляем после этого слегка так вот придавим еще немного добавим и и так мы положили сколько надо земли посадка закончилась сейчас мы уберем все лишнее ну вот наша фиалочка готова сейчас вот низко скажу вам такой интересный способ вот видите во время пересадки поближе покажу видите вот что наши листочки здесь вот немного испачкали земле как вот их убрать конечно я вам рассказывал чтобы листики красиво выглядели я их мою ну кроме этого дим земелька немножко попала вот берем вот такую вот спринцов очку и вот так вот слегка вот воздухом только потихонечку это вот она земля не вы не сильно влажны так вот аккуратненько так вот с листочков вот все что испачкалось лишнее потихонечку убираем листики будут чистенькие а потом когда фиалочка приживется мы их помоем поливать я сразу растения не буду так как грунт у нас немного влажный и полить можно будет на следующий день а сейчас поставим нашу фиалочку какой-нибудь комфортное для нее место чтобы она не была на сквозняке не было на ярком солнце чтобы чувствовала себя хорошо и дадим ей возможность вот так вот адаптироваться еще раз еще раз хочу обратить ваше внимание что это растение не старая вот как где мы обрывали листочки когда образуется вот небольшой стволик он был не адрес вине вшим таким молоденьким поэтому мы посадили нашу фиалочку ровненько вот и будем ждать от нее новых успехов цветения но ну а пересадки вот я взяла другую фиалочку с полной заменой земляного кома у которой уже отрос стволик мы с вами посмотрим в другом видео произведем эту пересадку также поговорим как кроме с полной перед замены земляного кома как омолодить растения и итак подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующее видео ставьте лайки задавайте вопросы буду рада ответить до свидания до новых встреч впереди нас с вами ждет еще много интересного не забывайте подписываться на канал до свидания